я в аэропорту подошла к токийской полиции с телефоном в руках у меня был там google translate я перевела что мне нужна помощь они сначала не поняли что случилось они подумали что мне может быть плохо или что-то потеряла потом я написала что меня насильно вывозят из страны я этого не хочу и хочу обратиться в полицию и сейчас мы опять выставили и сейчас ставок даже нет в этом то и проблема покинуть беларусь возможно мы думали о том что когда я закончу спортивную карьеру через помощь они сначала не поняли что случилось они подумали что мне может быть плохо или что-то потеряла я почувствовала себя в безопасности уже в аэропорту когда я уже с было с полицейскими то есть я понимала что я уже обратилась в полицию они меня уже защищают и ничего не угрожает моей моей жизни потому что находясь уже с того времени всегда была под охраной меня всегда сопровождали но это было волнительно да мне там моментами вала очень тряслись руки но не скажу что был такой момент что я прям как-то переживала за то что где-то вот небезопасно было для меня единственное место в котором было небезопасно это только в беларуси плюс еще к вид опять же да сейчас не так просто попасть вообще в другую я надеюсь что в будущем все все таки скоро настанет то время когда беларусь просто сможет стать свободной когда у людей появится свобода слова потому что я много где была в европе и даже вот в японии я была пообщалась и там с людьми и везде они говорят о том что у них есть в стране вот эта свобода слова люди не боятся быть услышанными то есть решение мы принимали все вместе вместе с родителями о том нужно ли ей возвращаться домой или не нужно ну и собственно посоветовавшись мы решили что возвращаться в беларуси на данный момент опасно и решили что я вслед за женой поеду чтобы поддерживать ее дальше в новой стране и строить спортивную карьеру продолжать в польше в минске мои родители живут в одной части беларуси это примерно 5 часов на машине родители арсения живут в другой человек опасаться да каких-то может быть людных мест но планируем остаться в польше вы знаете я даже больше переживал не за свою жизнь именно за супругу то есть я считал что с помощью меня могут каким-то образом навредить ей но